пустой шов как вы видите здесь тоже зазор кирпич клинкерный ну сразу видно немножко даже перчаткой взял то что может где-то трещинка появится либо на покраске у вас получится вот такая перевязка такие швы друзья всем привет привет ребят сегодня мы на одном из наших объектов где ведутся кладочные работы сейчас покажем расскажем что на каком этапе и на что нужно обратить внимание погнали так ну я думаю давай начнем снизу да расскажем такой момент как вентиляция кирпичной кладки между кирпичом и несущей стеной вот идем кирпич и вы как видите да пустой шов это обязательно делается для того чтобы как вы видите здесь тоже зазор здесь если не делать зазор вентилируемый тогда есть вероятность большая что между кирпичом и стеной будет скапливаться конденсат и соответственно это приведет к тому что появится плесень грибок и так далее чтобы это предотвратить открывается продухи на всю высоту и кирпич вентилируется не кирпич а вот этот именно вент зазор и тогда никаких проблем не будет дополнительно здесь либо оставляйте пустые либо можно ставить еще декоративные сеточки которые предотвратят туда попадание всяких насекомых жучков и так далее но это уже такой необязательный элемент это больше для декорации какие-то ну да декорации да и ребята обратите внимание что зазор этот не делаем с нижнего ряда так как попадает раствор прикладки и вероятность того что нижний ряд либо даже второй может забиться и этого вентилируемого зазора не будет поэтому мы оставляем обычно на третьем ряду его здесь еще кстати с этой стороны либо сейчас другой стороны обойдем у нас как видите такой классный красивый кирпич это производитель лср кирпич клинкерный кладется на специальную смесь то есть обратите внимание что клинкерный кирпич его ни в коем случае нельзя класть на обычный раствор иначе он не будет держаться так как водопоглощение у него очень низкая нужен специальный раствор там нет на это везде не будет по моему либо меньше трех либо до трех пяти точнее процента водопоглощения это обязательно и еще момент такой что выбирает смесь но она единственный минус конечно это цена но можно выбрать цвет в нашем случае это черный он как раз видите как играет с этим кирпичом часть кирпича матового часть кирпича глянцевого ну кирпич еще немножко здесь протрется потому что цвет черный вы как видите вот тоже подойди вот даже рукой провести да тут ну сразу видно немножко даже перчаткой взял сразу глянец появляется да немножко вот развод ну потом парни все это протрут все будет красивенько сейчас другой стороны обойдем покажем угол и швы это кстати тоже такой момент не знает далеко не все даже кладчики об этом знает кирпич евро формата вот этот размер стычка у стандартного кирпича 120 миллиметров здесь же у нас 88 миллиметров стандартном кирпиче если мы кладем тычок плюс шов у нас получается четко посередине шов то есть 120 миллиметров плюс 10 130 кирпич у нас 250 пришел в 260 ровно середина здесь у нас шов смещается если вы хотите делать шов как стандартной кладки чтобы у вас было четко посередине тогда вам придется каждый кирпич где лошком лежит подрезать чтобы шов смещаться но вообще мы бы не советовали в принципе производители и по технологии так делать ну не нужно или скажем так не обязательно поэтому когда вы кладете у вас получится вот такая перевязка вот такие швы и они по всей площади так перейдем к этому узлу здесь у нас гаражные ворота такой момент в проекте проектировщик почему-то ну либо забыл либо ошибся тут неважно облицовочная кладка заканчивалась как на входной двери как выход на террасу но здесь в гараже так не то что наверное делать не то что не стоит потому что можно было бы и так кирпич оставить чтобы он выходил вот этой части не было тогда здесь пришлось бы заштукатуривать там и класть камень либо что-то другое правильнее получается и внешне лучше завести кирпичную кладку завернуть сюда и гаражные ворота они будут подниматься вверх здесь будет ставится профиль соответственно вот это кирпичная кладка торец его можно будет заштукатурить не будет видно будет все красиво здесь пришлось нам долить вот эту часть под кирпич так как у нас заливка была изначально вот так залили подпорку и выложили кирпич ну однозначно так будет лучше потому что кирпич красивый все будет в одном стиле будет классно выглядеть и никаких проблем здесь не придется выбирать думать что и как ну и как бы любой откос на улице это проблемная всегда часть то что может где-то трещинка появится либо одна покраски ну так же еще и красить придется этот откос потом ну да не причем тут надежнее в любом случае ну тем более что этот момент он изначально был обнаружен или поднят под нему вопрос и вот заказчиком совместно решили что делаем именно кирпичом я думаю что это правильное решение и она более долговечной будет выглядеть все в одном стиле поэтому друзья выбирайте правильно строительную компанию для строительства вашего дома контакты все выписали здесь у нас главный вход в дом момент такой очень смотрим да обычно вот где окна давай покажем оконные проемы кирпич лицевой частью мы кладем во внутрь проема чтобы ну что эта часть будет видно ни в коем случае резаным сюда нельзя поворачивать окно потому что у нас с этой стороны до окно с этой стороны повыше здесь немножко отступили кратно блок у нас получился такой перепад четверть напускаем немножко за окно так как рама будет ставится она должна прятаться немножко за часть кирпича вот за эту четверть еще один момент для чего вот эти четверти заводится за несущую стену это сделано не только для красоты но и для того чтобы вот здесь между кирпионе кирпичом а стеной и оконной рамой оставался шов для пены чтобы это заполнить и не было мостиком холода это тоже очень важный момент который нельзя выпускать иначе будет промерзать не окно а между окон и откос где пена здесь одна и дверь главное видите кирпичи где у нас половинки резаной стороной мы ставим их вовнутрь это для того чтобы когда поставить будет ставится дверь а дверь входная она ставится на кирпичную кладку и плюс у нее еще наличник он вместе двери он как это идет все это перекроется эта часть перекроется не будет видно а кирпич сам ровной стороной не резный он ставится к шву и как так как у нас это главный вид вход лицевая кладка то лучше сделать так а этот кирпич видно не будет она спрячется и такой момент с внутренней стороны да вот наша кладка облицовочная делаем ее выше чем несущая стена сделано это для того чтобы дальше впоследствии отделки будет стяжка чтобы была возможность приподнять подоконник станет окно плюс профиль и будет запас по высоте еще примерно то есть мы здесь доложим наверно блоком десяткой либо зальем и высота поднимется с учетом еще стяжки та же ситуация у нас с окнами например у нас здесь кухня-гостиная окна низкие в проектная высота у нас 350 блок высота 250 кирпич также поднимаем повыше чтобы была возможность выдержать эту высоту с учетом стяжки но кстати говоря здесь можно не поднимать в принципе посмотрим поднимется стяжка немножко поднимется подоконник здесь наверное самый отличный вариант поставить радиаторы которые устраиваемые в пол и и этот подоконник можно даже использовать как сидеть на нем даже сесть пить чай кофе смотреть в окно и как ранее уже говорили здесь мы используем два вида кирпича один матовый один глянец и мы их перемешиваем хаотичном порядке как скажем такая идея для красивой офигенной кладки друзья надеемся что наш ролик был информативен и полезен для вас а на этом мы заканчиваем не забываем подписываться ставить лайки и соответственно хорошие комментарии контакты друзья все в описании всем пока счастливо